Друзья, всем снова здравствуйте! На связи Александр Смирнов. Последний раз мы торговали с вами неделю назад, 3 февраля. Давайте посмотрим статистику наших ордеров. Я, по-моему, открывал порядка 10 ордеров. В общем и целом закрыл пока что только один ордер. Ордер был закрыт по евро-швишсадскому франку. Он очень хорошо взлетел на тот момент. Начнем с небольшой статистики. Новостного фона не будем касаться, чтобы не тратить ваше время. В 11.00, в прошлый четверг, 3 февраля я его открывал, закрыл я 118 пунктов. На данный момент все ордера, которые были открыты мной неделю назад, они все актуальны. Остальные ордера, то есть я больше ничего не закрывал. Из того, что мы открывали, только один ордер пока что висит в минусе. Ну и один еще доллар-швейсадский франк слишком близко бьется возле линии цены. Напоминаю, кстати, что мы ведем 4 канала. 4 канала о тренинге. Все ссылки на эти каналы будут в описании под этим видео. Торгую я последние 6 лет уже торговыми советниками. Параллельно с торговыми советниками также торгую вручную. Практически все, что мы даем на наших каналах, это торговые системы, торговые стратегии, торговые советники. Все дается бесплатно. Без каких-либо дополнительных регистраций, без каких-либо обязательств. Поэтому переходите, смотрите контента полезного очень много. Много людей к нам перешло после прошлого видео и много людей мне пожали руку. Сказали, что рады были со мной познакомиться. Вообще очень полезный контент. Подобного ничего не видели никогда в интернете. Ауди Новозеландский доллар после открытия с 3 февраля хорошо пошел вниз. Хорошо пошел плюс, но вернулась цена обратно. Пока что бился-бился об мою цену, но никак не может его пробить. Будем пока что держать эту позицию дальше. Следующий доллар, швейцарский франк. Такая же ситуация, похожая, никак не может уйти вверх. Не буду закрывать, пока буду держать. Новозеландский доллар, канадский доллар. Хорошо ушел вверх, я перевел позицию в безубыток. Кто со мной заходил вместе, переводите в безубыток и держите дальше. Новозеландский доллар, швейцарский франк. Та же самая история, очень хорошо ушел. Ордер ушел на целых 55 пунктов, перевел в безубыток. Пункт японская иена. Есть возможность перевести безубыток, поэтому мы это сделаем. Новозеландский доллар, японская иена. Уже перевел в безубыток, отлично, цена улетела вверх. Буду держать дальше. По целям сейчас на дневном таймфрейме определимся. Та же ситуация с фунтом новозеландским долларом. Отлично, цена улетела вниз. Перевел в безубыток. Из тех ордеров, которые я открывал, только один пока что в минусе из 10 ордеров. Один я уже закрыл и 9 висят в плюсе. Торговля в принципе идет нормальная. С учетом того, что один своп у нас положительный, остальные свопы отрицательные. По положительным свопам даже большая доходность, чем по отрицательному. Давайте пройдемся в целом на дневном таймфрейме. Посмотрим, какие цели можем наблюдать на графике. Австралийский доллар, канадский доллар. Не вижу пока что явных точек входа. Если и входить, явно покупка здесь, продаж пока не намечается. Кто-то будет торговать на коррекциях, то обращайте внимание на 0.930 и 0.939. Австралийский доллар, швейцарский франк. Явная покупка, продаж здесь не наблюдается определенно. Я думаю, что скорее всего даже будет пробит вот эта верхняя граница флэта. И цена куда-нибудь пойдет на 0.675, вполне возможно на 0.687. Ауди японская иена, какое-то жуткое накопление здесь было. Цена вырвалась вверх, явно сужающийся треугольник. Кстати, сейчас вполне возможно от верхней границы отскочит вниз. Если не отскочит, пойдет явно на перебитие вот этого максимума. Куда-нибудь 84 уровень, ну либо 86. Ауди новозеландский доллар, паттерн сформировался. Паттерн хороший, я здесь входил на продажу, кстати. Вот это единственная убыточная сделка у нас. Не буду закрывать эту позицию, все-таки я уверен, что будет отсюда продажа. Австралийский доллар, американский доллар. Тишина, никаких здесь абсолютно точек входа я на данном этапе не наблюдаю. Канадский доллар, швейцарский франк, сужающийся треугольник. Скоро будет либо истинный, либо ложный пробой в какую-то одну сторону. Но пока никаких явных ситуаций моделей я не вижу. Канадский доллар, японская иена, что-то они все в треугольнике. То, что связано с канадским долларом, стоит у нас сейчас в треугольниках на дневном таймфреме. Кто торгует, явно движение вверх. Вполне возможно, небольшой отскок сегодня. Швейцарский франк, японская иена. Не вижу тоже никакой здесь точки входа. Что-то как-то все вяло на этой неделе у нас на рынке. Евро-австралийский доллар хорошо отскочил. Странно, что евро упал, конечно, по отношению к этой валютной паре. По-моему, там на евро-долларе хорошее движение вверх. Сильные новости по евро выходили. И, насколько я помню, на прошлой неделе евро подскочил по отношению к другим валютам. Еще по статистике в целом, давайте посмотрим, какая она была вообще за последнюю неделю. Можем, в принципе, все посмотреть. За последнюю неделю, с момента прошлой торговли, выбрать период. Третье число, четверг. Заработок 121 доллар. Да, немного, но у меня там один робот по евро-доллару немножко дал убыток. А в целом, по всей истории, по этому счету 177 долларов. Счет я не так давно открыл. Открыт он был на прошлой неделе. Как я уже говорил, я консерватор, мне, в принципе, для этого счета достаточно 5-10% в месяц. Может быть, 20% в лучшем случае. Для того, чтобы консервативно с нескольких счетов нормально зарабатывать. Евроканадский доллар. Друзья, вообще не вижу здесь абсолютно ничего. Я буду быстренько пролистывать. Если будет что-то прям явное, какая-то точка входа, буду обращать внимание на валютную пару. Если я по валютной паре, к примеру, не вижу ничего такого прям явной точки входа, никакой не вижу, то смысла ее обсуждать, наверное, здесь нет. В прошлом видео, я помню, обещал вам использовать другую систему, но не успел к записи видео перенастроить свой терминал. Думаю, ладно, разберем ее в этот раз уже по старой системе, по индикатору ZOOP, какие-то явные точки входа. В следующий раз уже попробуем поработать по другой системе. Торговля явно не последнее выступление в моем данном канале, тоже явно не последнее выступление будет каждую неделю. Вполне возможно, что и сегодня что-нибудь откроем. Евро-доллар немножко застопорился, я думаю, что все равно продолжит вверх движение, куда-нибудь 1.155. В эту зону, в эту область вряд ли сейчас прям будет явная коррекция. Фунт канадский доллар, хорошо вошел в канал, вышел из канала, в данный момент бьется в нижнюю границу. Тоже здесь что-то определенного, прямо сказать сложно. Сегодня анализ у нас без явных точек входа, но я что думаю, то и говорю. Если меня терзают сомнения по этой валютной паре, то сказать что-то определенное по ней не имеет смысла. Фунт австралийский доллар дошел до своих целевых показателей. Возможен разворот, спецификация, своп коротких позиций отрицательный. Своп длинных позиций немножко отрицательный, можно попробовать его прикупить. Давайте посмотрим недельный таймфрейм, хотя нет тут, наверное, нет смысла искать какие-то откаты. Это больше похоже на продажу. Так, фунт японская иена. Здесь у нас позиция стоит. Кстати, по целевым показателям, сейчас он дошел до первой цели. Может быть сейчас даже стоит эту позицию закрыть. Или уже будем держать дальше. Вполне возможно, что скорректируют от этих показателей. Немножко стоп-лосс, может быть чуть поближе. Но если что-то заработаем, то заработаем. Не заработаем, так не заработаем, ничего страшного. Графиков еще много. Возможностей и вариантов для обхода тоже. Здесь определенно надо держать эти продажи. Фунт австралийский доллар. Немножко чуть перетащу стоп-лосс и пускай он летит дальше. Будем куда-нибудь рассчитывать на 1,976 в эту область. Смысла сейчас закрываться я абсолютно не вижу. Фунт американский доллар. Стужающиеся треугольники над нефтью. Пока будет платить. Явно никуда вылетать не собирается. Новозеландский доллар, канадский доллар. В любом случае идем вверх. Здесь позиция уже без убытка у меня находится. Куда-нибудь с целями. Как минимум это 0,853. Вполне возможно, что будет перебить. Я куда-нибудь дальше будем бежать. Если будет цена идти. Новозеландский доллар, швейцарский франк. Первая цель 0,634. Позицию я буду держать дальше. Новозеландский доллар, японская иена. К первой цели цена практически пришла. Здесь бы чуть-чуть повыше, наверное, перетащить стоп-лосс. По-хорошему, конечно, я бы закрыл бы эту позицию все-таки. И отсюда цена вполне возможно скорректируется вниз. Новозеландский доллар, японская иена. Но я подержу, не буду ничего трогать. Новозеландский доллар, американский доллар. В таком подвешенном состоянии находится. Пока что планируется движение вверх. Продажи здесь явно исключены. Американский доллар, канадский доллар. Стоит в апплейте. Тестирует уровень поддержки для себя. Ну, я думаю, что продавит его и пойдет куда-нибудь к 1,246. Больше похоже на то, что произошел уже разворот по валютной паре. Она тестировала паттерн головой и плечи. Вот он, паттерн, сформировался. Она его тестировала, не пробила, не прошла. Вероятнее всего пойдет вниз. Недельное освещение сходящее. Месяц идет вниз. Меня терзают как-то сомнения. Все равно чутье мне говорит, что не надо там входить на продажу. Доллар, швейцарский франк. Середина флета ярко выраженная. Хороший уровень. Здесь цена на него отреагировала определенно. Перейдем поближе. Посмотрим расстояние. Ну, 11 пунктов слишком маловато будет для перевода в безубыток. 50-100 пунктов даст и можно будет перевестись. По-прежнему покупки доллар, швейцарский франк. Не меняю своего выбора. Доллар, японская иена. Определенно цена пойдет выше. На перебитие этого максимума. Целевой уровень это 116. Золото. Хорошо бы сейчас его отработать на отскок. По золоту продажи. Друзья, кто будет заходить? По золоту продажи. Забыл посмотреть спецификацию. Ну, давайте посмотрим. Ладно. Продажа. Очень большой своп коротких позиций. Отрицательный, к сожалению. Но я придерживаюсь здесь мнения продаж. На дневке очень хорошо видно, что цена развернулась. Целевого уровня он своего достиг. Я о нем упоминал в прошлом видео. Это 18.35 целевой уровень. Хорошо цена развернулась. И больше похоже на то, что золото будет придерживаться продаж. Если все же пойдет вверх. Если пойдет на перебитие этого максимума. То 18.57 ловим цену. Я вошел в продажи. Посмотрим здесь по стопам. Даже цена, если хорошо улетит вверх. То ничего страшного. Можно будет продать где-то выше еще. Попробовать. Уважаемые трейдеры, напоминаю, что у меня есть два канала. Один канал, посвященный автоматическим торговым системам на рынке Форекс. Это канал Торговые роботы. Ссылки будут в описании. И канал Торговые стратегии. Этот канал открылся относительно недавно. Уже очень активно на него подписываются люди. Благодаря рекламе на наших остальных каналах. Здесь дается очень много контента для двух направлений. Для направлений по торговым стратегиям. Для ручной торговли и для алготрейдинга. Давайте подытожим. Торговля сегодня получилась довольно такой вялой. Я немного приболел. Голова, конечно, плохо соображает. Но по золоту открылись в продаже. Надеюсь, что этот ордер все-таки отработает. По остальным ордерам вы все видели. Статистика вся наглядно мной показывается. Какая бы она ни была, положительная и отрицательная. Будем ее здесь показывать. Параллельно у меня торгует советник. Если вам нужен будет этот советник, обращайтесь ко мне. Контакты будут в описании. У меня их очень много, торговых роботов. Что-нибудь для вас подберем. С вами был Александр Смирнов. До встречи на канале Амаркетс. Всем пока.